Дополнение к одной из речей Среда 26 марта Как и помазанные христиане, бодрствующие члены великого множества следуют указаниям верного раба, которого Бог поставил давать духовную пищу вовремя. В своей речи я сказал, что помазанные христиане не следуют указаниям этого раба, которого Бог поставил давать духовную пищу вовремя. В прошлой речи я объяснил, почему сегодня дополнение. Сразу скажу, что это не тот раб, которого господин поставил над своими домашними, и его господин, этого раба, не Иисус. Теперь с помощью Божьего Слова я постараюсь это объяснить, доказать. Матфея, 12 глава. 36 стих. Говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, они дадут отчет в день суда. Слова Иисуса. Это истина. Теперь смотрите, что говорит раб. Книга «Чему на самом деле учит Библия?» Страница 214. Подсеколовок «Что такое дит суда?» Тема. Третий абзац. Записаны ли в этих свитках о делах, совершенных в прошлом? Нет. Люди не будут судимы на основании дел, которые они совершали до смерти. Откуда мы это знаем? В Библии сказано «Умерший освобожден от греха». Поэтому те, кто воскреснет, начнут жизнь, образно говоря, с чистого листа. Заметили разницу между словами господина и словами этого раба? Для тех, кто не заметил разницу, сейчас я поподробнее обращу внимание на некоторые детали. Фраза Иисуса «За всякое праздное слово», «Всякое». Что может означать слово «Всякое»? Это означает, что за каждое праздное слово, за все праздные слова, человек будет отвечать в день суда. Ни одно праздное слово не потеряется и не забудется. Вот что может это означать. Теперь смотрите, что говорит раб. Те, кто воскреснет, начнут жизнь, образно говоря, с чистого листа. Чистый лист подразумевает, что ни одного слова, сказанного в прошлом, нет. Все потерялось, все исчезло. Господин сказал «Ни одно не потеряется, за каждое слово будет отвечать». Раб говорит «С чистого листа ничего не будет». Заметили разницу между словами господина и этого раба? Это раб, не Господа Иисуса. Во Второзаконии, 19 главе, 15 стихе, есть такие слова. Одного свидетеля недостаточно, чтобы обвинить человека в преступлении или грехе, какой бы грех он ни совершил. Дело должно рассматриваться, если есть показания двух или трех свидетелей. Пусть этот первый стих, который я привел, Матфея 12, 36, будет первым свидетелем. Сейчас я приглашу второго свидетеля, который даст показания того, что этот раб, раб не Иисуса, что он, у него другой господин. Итак, Второй свидетель. Матфея 11, 24. Слова Иисуса. Поэтому говорю вам, земле Содома будет легче выстоять в день суда, чем вам. Иисус говорит о том, что у Содома в день суда будет возможность выстоять. Но этот раб, он говорит, что жители Содома не будут воскрешены, потому что они уже уничтожены в геене. Этот раб, он говорит, прямо противоположное своему господину. Подумайте, какой раб станет перечить своему господину? Это раб, не Иисуса. Как такое могло случиться? Иисус не раз предупреждал в своих притчах, что раб может стать злым. Кроме Иисуса, апостол. Например, апостол Петр. Второе письмо Петра, 2 глава. Первый стих. Однако, как в народе были лже-пророки, так и у вас будут лже-учители. Эти люди незаметно введут пагубное сектанство и отрекутся от купившего их владельца, навлекая на самих себя скорую гибель. Вот как получилось, что этот раб уже служит не Господу Иисусу. Незаметно отреклись от купившего их владельца. Также, апостол Иоанн, 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. Дорогие, не всякому вдохновленному высказыванию верьте, но проверяйте, вдохновленные высказывания от Бога ли они, потому что в мире появилось много лжепророков. Уже во времена апостолов было много лжепророков. Третье письмо Иоанна, 9 стих. Я кое-что писал собранию, но диатреф, который любит первенствовать, среди них ничего не принимает от нас с уважением. Помазанные христиане сегодня, они обличают руководящий совет в том, что он проповедует не основанные на Библии учения, ложные библейские учения. Не библейские учения, ложные учения. Но руководящий совет ничего от нас не принимает, потому что, так же как диатреф, любит первенствовать. Второе письмо Иоанна, 9 стих. У всякого, кто рвется вперед и не держится в учении Христа, нет Бога. Если он перечит Иисусу Христу, это раб не Иисуса Христа, значит, у него нет и Бога. Итак, чем все это может обернуться? Да, вот два свидетеля, два библейских стиха, показали, что этот раб, он не держится в учении Христа. И в Иоанна, Иоанн, благое вести от Иоанна, 10 глава, 5 стих, сказано, «За чужим они никогда не последуют, но убегут от Него». Это про помазанников. Вот. Вот ответ на вопрос, что помазанные христиане не следуют указаниям этого раба, потому что они увидели, что раб стал чужим своему Господину, Иисусу Христу. Поэтому помазанники уже не следуют за Ним, но убегут от Него. Вот. Итак, чем все это обернуться может? Матфея, 23, 38. «Поэтому этот дом оставляется вам покинутым». Слова Иисуса, Харисея. Если Бог отверг тогда систему поклонения ту религиозные руководители, которые отвергли Его, Христа, то какие могут быть причины сомневаться, что сейчас Бог может отвергнуть организацию, которая не держится в учении Христа, и отвергает помазанников, которые Его обличают. Руководящий совет в том, что он наступил от истины записанной Божьей слой. Нет никаких оснований думать, что Иегова не отвергнет их. Раз он отверг то поклонение, он может отвергнуть и это. Иисус сказал, что какая разница, в каком месте поклоняются? Не на этой горе, не в Иерусалиме. В духе и в истине надо поклоняться. Но если ты проповедуешь ложные учения, то истинные последователи, помазанные христиане, за тобой не пойдут. Раб, конечно же, в свою защиту укажет на все добрые дела, которые он делает во имя Иисуса. Но хочу напомнить вам слова Иисуса. Матфея 7, глава 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, разве не от Твоего имени мы пророчествовали, не от Твоего имени демонов изгоняли, там могущественные дела совершали. То есть многие будут показывать Иисусу в тот день на свои добрые дела и говорить, вот мы для Тебя все это делали, от Твоего имени совершали. Многие, не только этот раб сегодня занимается проповедью Благой Вести, другие религиозные организации, они тоже проповедуют, тоже учат, побуждает людей жить по высоким нравственным нормам, записанным в Библии, и печатная продукция, и видео у них выпускается. Не только раб этим занимается. Но это не показатель. Иисус сказал, что нужно. Не всякий говорящий, мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, а лишь тот, кто исполняет волю моего Отца, который на небесах. Воля Бога какая? Собрать царство. 144 помазанных христиан, 144 тысячи помазанников с Иисусом, и вот через них Бог благословит все человечество. Вот эта воля. Надо собирать царство. Иисус, когда жил на земле, Он побуждал людей. Религиозным руководителям сегодня, которые утверждают, что они идут за Христом, им нужно не только самим стремиться войти в состав 144 тысяч, то есть войти в царство, стать соправителями Христа, но нужно побуждать к этому всех своих последователей. Каждого нужно побуждать войти в царство. Вот так они будут в первую очередь искать царство. Потому что так Иисус сделал. Царство Бога было главной темой Его проповеди. И побуждал Он каждого человека следовать за Ним, войти в небесное царство. И вот верному рабу было поручено собирать малое стадо и заботиться о нем. А Он его потерял. Он начал собирать великое множество. И так Он стал чужим для Иисуса, потому что начал исполнять свою волю, так как Ему показалось правильным. Вот. И когда Он стал чужим для Иисуса, помазанные христиане от Него убежали. Пророчество Езекииля хочу зачитать. Седьмая глава. Седьмая глава. Девятнадцатый стих. Серебро свое они выбросят на улицы, и их золото станет для них отвратительным. Ни серебро, ни золото не в силах будет спасти их в день ярости и гол. Не насытят свои души и не наполнят свои внутренности, потому что оно стало для них камнем преткновения, вводящим их в грех. На первый взгляд может показаться, что здесь речь идет о драгоценных металлах, серебро и золото. Но это не металлы, это люди. Почему можно сказать, что это люди? Плач и ремень. Четвертая глава. С первого стиха. Иеремия. Иеремия. Не о драгоценных металлах. О людях. О людях. Руководящий Совет и остальные, кто считается у них в организации сегодня помазанниками, не имеют Духа Бога, потому что они не замечают ложные учения, которые проповедует руководящий Совет. До сих пор не замечают. И этим самым вводят в заблуждение весь народ Бога. И весь народ Бога введен в заблуждение идолопоклонства, потому что поклоняется человеку больше, чем Богу, доверяет человеческому слову больше, чем Божьему. Вот так. У кого есть уши, чтобы слушать, кто слышал и понял, что я говорю не сам от себя, тому хочу зачитать такой библейский стих. Второе Коринфио. Шестая Глава. Семнадцатый, восемнадцатый стихи. А потому выйдите из их среды и отделитесь, говорит Иегова, и больше не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Иегова Всемогущий. Вот. Пусть те, кто слышал это, те, кто понял, что я говорю не от себя, а от Иеговы Бога, действуйте, братья, да благословит вас Иегова. Аминь.